Итак, в каком виде и когда может заработать еще и антикоррупционный суд? И есть ли шансы, что депутаты приступят к рассмотрению законопроекта о нем уже до нового года? Давайте обсудим с нашими гостями. Виктория Пташник, народный депутат и очень опытный юрист. И Владимир Пилипенко, один из самых известных украинских адвокатов и представитель Украины Венецианской комиссии, наши гости. Здравствуйте, Владимир и Виктория, спасибо, что пришли. Вика, давайте начнем с вас. Ваш прогноз. На последней пленарной неделе депутаты возьмутся за рассмотрение законопроекта об антикоррупционном суде или нет? Для того, чтобы начать рассмотрение этого законопроекта, его нужно, во-первых, отримать. У нас субъектом законодательской инициативы, что до создания, власно, вищего антикоррупционного суду, есть президент Украины, соответственно, Конституции. И, власно, мы ждем, когда президент внесет этот законопроект в сессийную залу, для того, чтобы начать его рассмотрение. Принайменно, начать первый анализ. Но президент уже пообещал, что на следующей неделе внесет. Президент сегодня сказал, на дейсно, на урочистом заходе, присвященном Верховному Суду, он сказал, что он вносит этот законопроект, если депутаты откликают тот законопроект, который они когда-то внесли, депутатский законопроект, и вокруг которого тучилась такая пекельная борьба, и в которой Венецинская комиссия давала свои выяснения. Но ситуация выглядит достаточно интересной, потому что, по-перше, этот законопроект, у него шансов точно проходить не было никаких Верховной Рады, потому что он где-то соперечил Конституции. Он, как на меня, не обеспечивал бы профессиональность и, власне, такой независимый выбор судей, адже депутаты предложили, чтобы у нас три субъекти были, фактически, выборы судов антикоррупционных, это президент, это Верховная Рада и министр юстиции. Само поэтому, я думаю, что и Венецинская комиссия его не поддержала. Но, в общем, поддерживая идея создания антикоррупционных судов, нам нужно ждать президента. Мы внимательно следим уже который месяц. Известно, хоть что-то, ну хоть какое-то примерное представление есть, каким может быть или должен быть этот антикоррупционный суд. Вот, Владимир, как вы видите, это должен быть суд в Киеве, который решает все вопросы по стране. Или это должна быть какая-то вертикаль судов по всей стране? Я бы сказал так, что, на мое глубокое переконание, антикоррупционным судом в результате судовой реформы должен быть каждый суд в Украине. Вот тогда как раз мы сможем сказать, что реформа проработана. Бо я был и остаюсь противником того, чтобы создать в Украине отдельный антикоррупционный суд. Это, с юридической точки зрения, есть нонсенс, нигилизм. Бо не может один суд быть антикоррупционным, а те, где судятся обычные граждане, коррупционными? Ну да, действительно, нельзя же объявить, что в нашем суде прикрывают глаза на коррупцию. Хотите в справедливости, идите в антикоррупционный Киев. Три года проводится судовая реформа влады. За эти три года достаточно было времени, чтобы сделать наши суды антикоррупционными. На жаль, владе это не удалось. Хорошо. Виктория, если все-таки эта система будет работать, сколько нужно судей еще набрать по всей Украине? Вы, кстати, что-то понимаете о модели? Это будет один суд в Киеве? Я точно понимаю, что этот суд должен быть интегрован в всю судовую систему. Это не может быть какой-то отмеженный суд. Больше того, там должно быть обеспечено право громадян на апелляцию и на касацию. И, очевидно, что это не могут быть одни и те самые суды. Тогда должен быть верховный антикоррупционный суд, апелляционный антикоррупционный суд. Мы тогда расплатим судов сколько? Я много с экспертов общалась с этого привода, в том числе и международными организациями, которые работали в концепции создания антикоррупционного суда. И они как раз пропоновали не ту модель, которая была в депутатском законопроекте, а сделать в рамках касаційную инстанцию, в рамках верховного суда антикоррупционную палату, которая выступит касаційной инстанцией для тех, которые будут предъявлены законодательством. Сколько судов нужно? Честно говоря, мне сложно ответить на это вопрос, но это точно не вопрос недели или месяца выбора антикоррупционных судов. Вы видели, что конкурс до Верховного суда продолжал почти год. Там достаточно много объективных действий, которые влияли на такой огромный процесс. Я думаю, что антикоррупционный суд выбора будет немного меньше, потому что там не нужно 120 судов сразу набрать. Но все-таки, я думаю, что эта процедура может... Владимир, ну мы поняли, что вы не верите в саму идею, да? А верите ли вы в то, что эта идея будет реализована? Как вы думаете? А если да, то через сколько лет? Ну смотрите, у нас все очень медленно как-то так запрягается, да? У нас НАБУ два года уже как там работает, но громких приговоров мы до сих пор не слышим. Госбюро расследований сколько уже создают, не помню, да? Ну все, как никак создать толком не могут. С этим как будет? Реализовано может быть все, что захочешь, особенно при цей владе. Но если будет оно реализовано так, как это требует Конституция, или будут дотриманы основные принципы при цей реализации? Зверните внимание, что предлагают идеологи антикоррупционного суда, чтобы этих судов, которые там должны быть антикоррупционные, их чи призначали, чи выбирали иноземные граждане. Ну правильно сказали. Мае быть единственная система. Не могут иноземцы призначать украинцам суддов, потому что завтра они будут призначать народных депутатов, президента, керевников ЖЭКи, которые будут призначать. Это абсурд. Есть Кваливкомиссия, есть Вещая Рада Правосудия. Лише они могут призначать суддов, или антикоррупционного, или Верховного, или районного суда. Мае быть единственная модель. Не может быть суд, как вы уже сказали, поза системой правосудия. Это нонсенс. Но в нашей Украине сегодня можно реализовать любое. И я боюсь, что что-то такое будет реализовано, что потом мы от него будем втекать. Вика, вы в быстрые сроки верите? В что? В быстрые сроки создания этих коррупционного суда, и главное, чтобы он заработал. Я считаю, что объективно нужны не швидкие сроки, чтобы его создать. Адже, ну, даже на працювание законопроекта потребует некоторое время. Далее проходжение его в парламенте, разработка конкретных завданий, конкурсных завданий, тестований для того, чтобы отбирать этих антикоррупционных судов. Поэтому это точно не швидкие сроки. Вика, положи руку на сердце. Вы сами верите, что в стране есть политическая воля для создания антикоррупционного суда? Смотрите, как это выглядит со стороны. Одна ветвь власти ссорится с другой ветвью власти по поводу создания антикоррупционного суда. Это все иногда доходит до маразмов. Не только, кстати, в этом вопросе. Радуются и аплодируют уже который год, по-моему, только коррупционеры этой ситуации. Я считаю, что даже если у некоторых наших высокоочельников нет политической воли, у них уже не остается никакой шанса не начать создание антикоррупционного суда. Потому что на это обратилась внимание вся международная сообщества. Больше того, висновки Венецийской комиссии, они как раз говорят про рекомендацию создания антикоррупционного суда. Сегодня глава Венецийской комиссии снова наголосил на необходимость его создания. Володимир, вы как считаете, эти запады додавят? Или наши все-таки? Проблема в том, что Захид не просто додавит, он передавливает уже. И тут зависит от того, насколько местной будет влада в Украине. Если она будет выстоять украинские интересы, то есть вопрос, вокруг которого можно дискутировать. Если просто Международный валютный фонд уже в решении Венецийской комиссии написано, что это требует МВФ, и международные доноры, если даже так пишут, то, насколько мы можем понимать, это вопрос уже стоит не в юридической площади, а в политической площади. И тут мы должны дать ответственность себе, чи влада защищает украинцев, чи ей выгодно просто транши МВФ. Владимир, проблема, наверное, еще в том, что вот вы говорите о диалоге, а видно пока только пробуксовывание, по-моему, этого вопроса. Спасибо вам огромное. Владимир Пилипенко, Виктория Пташник были моими гостями.